Круглая цифра. Скоростные поезда «Ласточка» между Ивановым и Москвой курсируют с марта 2018 года, ежедневно совершая по 8 рейсов. В четверг на перрон Ивановского ЖД вокзала прибыл миллионный пассажир. Им оказалась жительница Фурманова Наталья Харитонова. Она вместе с мужем и дочкой возвращалась на «Ласточки» из Москвы после отдыха на юге. На родном перроне семью встречал губернатор с подарками. Была, конечно, очень удивлена. Даже не верила сначала, что я миллион пассажиров. Прошло так действительно очень мало времени и уже столько народа перевозки. Можно сказать, что «Ласточка» и сама стала подарком для ивановцев, которые теперь без пробок и в комфортных условиях могут добраться до столицы менее чем за 4 часа. Но и на этом работа по развитию логистики не закончится. С Санкт-Петербургом мы связались с ежедневным авиасообщением. Меня буквально недавно проинформировали, что наш аэропорт по пассажиропотоку обогнал Ярославский впервые за многие годы. И с тоже важным экономическим центром Нижним Новгородом мы связываемся с дорогой. Я об этом обещал. Где-то месяц назад мы договорились об этом с губернатором Нижегородской области Глебом Никитином. Свою часть работы, к своей части работы мы уже приступили. Мы в этом году дойдем хорошей отремонтированной дороги до границы с Нижегородской областью. Но в целом я считаю, что жители нашей Ивановской области достойны комфортного транспортного обслуживания. Интерес к ЖД-перевозкам в регионе заставил всерьез заняться благоустройством вокзала. Введена сегодня в строй высокая пассажирская платформа. Происходит реконструкция и обследование несущих конструкций вокзала. У нас все деньги в планах. Вокзал очень сложный. Вокзал – объект культурного наследия. Поэтому, я думаю, в следующем году мы его доделаем. И он будет запущен уже после проведения капитального ремонта. Изменения уже смогли оценить и пассажиры. Пока еще не видно окончательно, но преобразился, конечно, вперед. Намного лучше стало. Дальше в планах реконструкция второй платформы и строительство подземного пешеходного перехода, который соединит здание вокзала с платформой номер три. Третья платформа тоже будет реконструирована. Заменят ее основание, удлинят, выложат тротуарной плиткой и поставят навесы. Эти работы начнутся во второй половине августа. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.